Всем привет! Продолжаем дописывать наш собственный mp3-плеер и в данный урок у нас будет завершающим. В нем мы добавим поддержку drag-and-drop к нашему плееру и немножечко поработаем над интерфейсом. Ну что ж, давайте начинать. Первое, что мы сейчас сделаем, реализуем поддержку drag-and-drop. Поэтому в раздел uses дописываем еще один модуль, он называется shell-api. Так, с этим разобрались. Теперь после ключевого слова pre-weight создаем еще одну процедуру и пишем процедуры. Она будет называться у нас drop-file. drop-file Открываем круглые скобки, пишем здесь var msg тип tvm drop-files Закрываем скобки, ставим точку запятой и после всего этого пишем message vm drop-file Нажимаем комбинацию клавиш ctrl-shift-c и Delphi, как всегда, у нас генерирует вот такой шаблончик для нашей процедуры. Далее, здесь нам нужно объявить массив. Пишем var Как вы помните, сначала идет имя массива, давайте назовем его cfile-name Потом ставим двоеточие, пишем array Открываем квадратные скобки и записываем длину массива Массив у нас будет иметь тип char И в этом массиве будет храниться имя файла Так, двигаемся дальше Далее мы научимся получать путь файла путь его имя и уже добавлять его в плейлист Пишем try Если dragquery файл В скобках указываем message msg.drop запятая запятая ноль запятая имя нашего массива cfile-name запятая max path Вот так Если больше нуля тогда тогда уже и добавляем файл в плейлист Воспользуемся процедурой нашей которую мы сами создавали чуточку раньше процедура addfiles addfiles и в скобках указываем имя нашего массива c file-name file-name далее end и говорим что файл перемещен и мы его отпустили пишем drag finish и опять же в скобочках msg.drop end Ну все вот в принципе наша процедура переноса файлов готова осталось только дописать одну небольшую строчку в обработчик события формы oncreate так что выделяем форму formcreate и здесь в самом верху напишем такую строку drag accept files и в скобку указываем handle трое так ну вот в принципе и все теперь по идее наша программа должна уметь принимать файлы из сторонних приложений и давайте сейчас это и проверим запускаем проект а он у меня выдает ошибку здесь я допустил небольшую синтаксическую ошибку vm drop file-s вот так запускаем еще разок одна ошибка опять же такая какая-то чистая за моей невнимательности здесь я забыл написать begin то есть он поставил да а begin забыл так и после end здесь еще надо же на ключевое слово в финале так ну вот в принципе все сейчас должно точно работать запускаем так плеер у нас запустился теперь сейчас попробую в него уже вкинуть какие-нибудь песни и вот как вы видите песни у нас нормально вкинулась да работает функция drag and drop выделяем нужную нажимаем play и песня у нас заиграла с этим как бы все понятно теперь наш собственный mp3 плеер поддерживает функцию drag and drop но это еще не все сейчас я хочу поработать над интерфейсом нашей программы посмотрите внимательно что происходит если мы попытаемся растянуть форму форму у нас растягивается и все элементы как бы остаются на своих местах что не есть хорошо поэтому сейчас мы сделаем при растягивании формы растягивались и основные ее элементы поэтому выделяем компонент первый у нас это лист бокс 1 свойства хорс здесь у нас left и top ставят значение true давайте еще значение бутон поставим на true так и у кнопок проделаем то же самое вот у этих нижних да свойства бутон true свойства топ фэлс можно поставить да так здесь топ фэлс бутон вот он трое запускаем проект и попытаемся растянуть наш плеер если мы его уже получается растягиваем то растягивается и сам компонент есть лист бокс и кнопочки опускаются вниз так двигаемся дальше теперь нам нужно также научить опускаться вот эти две кнопки также свойства эндхорс ставим убираем топ и выставляем батон true топ фолл ой топ фоллс и бутон true запускаем растягиваем и кнопочки у нас уменьшаются так двигаемся дальше теперь я хочу чтобы у меня плеер еще и растягивался вправо поэтому опять же выделяем компонент лист бокс удерживая клавишу shift компонент батон эти вот до 2 вот эти вот в принципе все и свойства эндхорс left ставим на фоллс а рай на true запускаем проект и вот у нас плеер наш начинает растягиваться да только сейчас еще у лист бокса нужно еще left поставить на true ну вот в принципе как то так а у нас здесь еще нижние кнопки начинают растягиваться вот эти две здесь свойства left ставим фоллс и запускаем да сейчас у нас нормально все тянется опять же эти две кнопки у нас свойства топ опять же фоллс и вот как вы видите уже более менее еще нам нужно вот этот лист бокс 2 свойства visible поставить ему значение фоллс чтобы он у нас не был виден я уже сказал это у нас завершающий урок на нем мы завершим работу с нашим mp3 плеером завершим его создание конечно много бы много еще можно добавить библиотека баз поверьте мне полна и богата различными функциями и если все их использовать изучать и пояснять то мне придется создавать еще наверно один диск я надеюсь что основные принципы создания своих собственных mp3 плееров вы поняли поэтому я данный урок завершаю и завершаю цикл по созданию mp3 плеера мп1 плеер